Рад приветствовать вас в студии Дукаскови ТВ в Женеве. Сегодня мы поговорим на тему того, где и каким образом учредить фонд. Для этого мы пригласили к нам в студию Рене Филиппа из Offshore Premium. Итак, тема нашей беседы – учреждение фонда. Как изменилась ситуация в этом секторе за последние 20 лет? Бизнес фондов значительно изменился. Он стал более утонченным, инвесторы стали более требовательны. Уже прошли те дни, когда можно было просто выйти из банка, арендовать где-то комнатку и начать торговать с двумя своими бывшими коллегами, стать хеджевыми магнатами своего района. Все это уже позади. Итак, существует разница между регулируемыми и нерегулируемыми фондами. В чем заключается эта разница и возможно ли учредить нерегулируемый фонд? Да, это возможно. Основная разница между регулируемыми и нерегулируемыми фондами заключается в уровне предоставляемой защиты для инвесторов. Конечно, вы можете учредить нерегулируемый фонд, и самая большая юрисдикция по нерегулируемым фондам на сегодняшний день находится в Люксембурге, где это возможно сделать. Это происходит по особому виду партнерства, которое представляет собой соглашение между партнером с неограниченной ответственностью и партнером с ограниченной. Предполагается, что первый будет, собственно, управлять фондом. Этот партнер должен отличаться неограниченной ответственностью, но, по сути, ответственность все равно ограниченная, поскольку устанавливается специальный целевой механизм, чтобы ограничить для себя риски. Какие же преимущества и лимиты нерегулируемых фондов? Я бы назвал три преимущества. Первое – его быстрее учредить, поскольку вам не нужно собирать огромный набор документов. Второе – вам необходим лишь минимальный капитал. Третье – это дешевле во всех аспектах по сравнению с регулируемым фондом. Затрагивая тему затрат на учреждение фонда, регулируемый фонд обходится дороже нерегулируемого. Если вы хотите учредить нерегулируемый фонд в Люксембурге, провайдер, которые помогают учредить такого рода фонды, предоставляют эту услугу за 10-15 тысяч евро. Мы это называем неполной ценой, поскольку в нее включено лишь само учреждение фонда. Но потом вы должны еще учредить компанию, которая станет генеральным партнером этого фонда. Так это в рамках бюджета 25-30 тысяч евро. В некоторых юрисдикциях, например, на Кипре, вы можете учредить регулируемый фонд за 35-45 тысяч евро. Конечно, это можно сделать и в Люксембурге, но там это будет намного дороже. Итак, мы теперь перешли к Кипру. Эта страна в 2013 году была центром финансового кризиса, что заставляет вас считать Кипр хорошим местом дислокации для учреждения фонда. Во-первых, на Кипре действует новый закон по фондам, принятый в 2014 году. Во-вторых, при учреждении фонда в одной юрисдикции вовсе не означает, что капитал должен находиться в этой юрисдикции. Вы можете учредить фонд на Кипре, а все инвестиции фонда могут находиться в Люксембурге или Швейцарии. Единственное требование – это наличие минимального капитала на Кипре. И вы знаете, кризис в стране не тождественен краху финансовой системы этой страны. Если бы так было, то фондовая биржа Нью-Йорка уже прекратила свое существование. Давайте тогда рассмотрим Кипр. Какие требования должны быть соблюдены для учреждения фонда на Кипре? Процесс учреждения фонда на Кипре регулируется законом по альтернативным инвестициям Кипра, который был принят в 2014 году и соответствует европейским стандартам. Главным пунктом закона является прозрачность в плане защиты инвестора. Нужно понимать, что произошло смещение юрисдикций с Карибских островов в сторону Европы. Такая смена произошла из-за обеспокоенности инвесторов касательно своей безопасности, а Кипр предоставляет им такую безопасность. Каким образом осуществляется управление фондами на Кипре? Фонды на Кипре управляются либо изнутри, либо снаружи. Изнутри это значит, что при учреждении фонда, согласно корпоративному закону, например, как компанию с фиксированным инвестиционным капиталом или изменным капиталом, в такой компании совет директоров будет управлять фондом. Если вы учреждаете фонд как партнерство с ограниченной ответственностью, в этом случае будет управлять генеральный директор. Такого рода фонды управляются изнутри. Далее существуют фонды с внешним управлением, которые управляются лицензированным менеджером. Менеджер может не находиться на Кипре. Он может быть в другой одобренной юрисдикции. Не могли бы вы очертить основные виды лидерства и типы фондов, которые могут быть учреждены на Кипре? На Кипре вы можете учредить любой тип фонда. Вы можете создать фонд по инвестициям, недвижимость, хеджевый фонд. Все, что вам нравится, вы можете создать на Кипре. Ну и подсуммируем, какие же основные преимущества учреждения фонда на Кипре? Главным преимуществом является простая законодательная база. Здесь не существует никаких ограничений по инвестициям, по аккредитованию. Нет законов по диверсификации активов. Плюс налогообложение на Кипре очень выгодно. Вы не облагаетесь налогами по прибыли фонда, по зарубежным индивидендам. Фонд может получить налоговый сертификат и пользоваться соглашением об избежании двойного налогообложения. И последнее преимущество инвестора из Ближнего Востока, с Азии, могут использовать инвестиции в кипрские фонды для получения гражданства и европейского паспорта. С нами в студии был Рене Филипп из офшор премиум. Спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, на сайте Дукаскопи ТВ вас ожидает еще множество эксклюзивных интервью. До встречи.